Барнаул столица Алтайского края. По величине 21 город России, в котором проживает практически 700 тысяч человек. Вырос он из маленького поселка с сереброплавильным производством. Сейчас по меркам региона это практически мегаполис. А к 2024 году он должен стать еще и высокотехнологичным, умным городом. Несмотря на то, что Алтайский край не самый обеспеченный прогрессивный регион, его столица стала участником крупного проекта «Умный город». Это симбиоз нацпроектов цифровая экономика и жилье и городская среда. Барнаул один из 170 городов, перед которым стоит задача автоматизировать городские процессы и перевести их в режим онлайн. Основные принципы проекта – комфорт и безопасность горожан. Человек становится самым важным ресурсом. На первый план выходит высокотехнологичная инфраструктура, экономичность и эффективное управление. Он состоит из управления города с помощью цифровых технологий. Это умная ЖКХ, умный общественный городской транспорт, это общественная безопасность и ряд еще моментов. В МГУ разработали 700 критериев для разных сфер жизни, которые позволят назвать город умным. В результате в разных отраслях должна произойти полная компьютеризация. Государство это плавно выведет к цифровой экономике, а людям станет удобнее. Начнется комфорт с диалога жителей и власти интерактивного. Для этого придумали цифровую платформу «Активный гражданин». Она уже работает в Москве. На сайте выкладывают все проекты, которые планируют реализовать, а жители голосуют за или против. По многим вопросам либо тему задает сам муниципалитет, говорит, вот надо выбрать общественную территорию. Либо гражданин обращается, вопросы аккумулируются. Мы видим, что поток информации, много пожеланий растет по данному вопросу. Это как раз для пищи, для принятия управленческого решения. Но некоторые барнаульцы не уверены, что в городе система приживется и диалог с администрацией будет реальным, а не фиктивным. И если реализация данной программы в части именно открытости и необходимости обсуждения такого рода проблем будет именно осуществляться путем логических друг за другом вкладок на сайте города Барнаула, где в самом только конце будет одно упоминание о том, что зеленый участок теперь будет заменен на офисные здания, то это не совсем правильно. Тем более на создание самого сайта нужно много средств, и активисты считают, что лучше потратить их на что-то более полезное, например, на улучшение системы ЖКХ и переселение людей из аварийных домов. Как может поумнеть система ЖКХ за пять лет? Учет коммунальных ресурсов будет происходить автоматически. Электричество планируют экономить, особенно в муниципальных учреждениях. Состояние зданий будут мониторить по интернету, а жильцы будут общаться между собой не только вживую и в ватсапе, но и единой онлайн-системе. Звучит современно и привлекательно, не нужно будет ходить в десятки инстанций, копить кипы квитанций, а проблемы будут решаться через интернет. Однако у горожан и активистов сразу же возникли вопросы, как быть пожилым, которые не умеют пользоваться интернетом? Как поможет дорогостоящий онлайн-мониторинг состояние дома в аварийных домах? Откуда возьмутся средства на автоматизацию? По системе ЖКХ, то, что сейчас у нас имеется, я не сторонник того, чтобы устанавливать все эти системы, потому что люди вынуждены будут переплачивать за это. Отчасти активисты и собственники правы. По словам городских властей, для идеальной модернизации нужно снести все старые здания и построить новые сразу со всеми удобствами, что невозможно. А Барнаульцы и спонсирование умного города из своих кошельков, скорее всего, не оценят. Особенно те, кто живет как раз в аварийных ветхих домах, а их в городе больше двухсот. Под городской средой подразумеваются повсеместный бесплатный Wi-Fi, желательно 5G, максимально освещенные улицы, онлайн-контроль за уборочной техникой, каршеринг и другие сервисы проката. Для городов населением меньше миллиона Wi-Fi на улицах утопия, а вот от освещения на улицах некоторые районы города не откажутся, например, частные секторы. Что касается мониторинга уборочной техники, ситуация в Барнауле достаточно сложная. Власти города подтверждают, что ее не хватает. Тем временем по требованиям нужно установить онлайн мониторинг за уборкой на улице. Однако неразумнее ли будет сначала увеличить количество уборочной техники, чтобы было зачем наблюдать? Вопрос для Барнаула почти риторический, потому что пока денег не хватает ни на технику, ни на IT-технологии. И снова почти утопическая для Барнаула картина. Много удобных парковок, видеофиксация, умный общественный транспорт и не менее умные остановки, онлайн-мониторинг дорожного движения и состояние дорог. Ожидание выглядит манящим, но что на деле? Ближе всех к реальности оказались умные остановки. Для них нашли средства. Правда, всего на пять. И то в проекте. Остановки, обогреваемые с зоной доступа Wi-Fi, с информационными табло. Опять же, это косвенно субсидия из краевого бюджета. Наверное, более интересный проект, может быть, он не в прямую относится и далеко к нему не относится к умному городу. Это все-таки возможность через веб обновить горы электротрансов. Это, наверное, важно. Троллейбусы и трамваи в городе изношены на 90%. На обновление нужны баснословные для Барнаула суммы. Также сейчас городу не хватает водителей автобусов, из-за чего многие маршруты сократили количество машин и рейсов. Мотивации работать шоферами нет. Один из перевозчиков маршрутов 10 и единицы уже обанкротился. Назревает очередной риторический вопрос, действительно ли городу на сегодняшний день нужны сервисы онлайн-наблюдения за дорогами и технологичные остановки, когда в оффлайне людям сложно добираться на работу по утрам и домой по вечерам. В сфере безопасности все не так плачевно. Видеонаблюдения на улицах города есть, системы информирования регулярно проверяются. Правда, что такое онлайн-контроль пожарной безопасности, пока непонятно даже сотрудникам пожарно-спасательной службы. Полиция мониторит преступления онлайн. В городе работает программа «Безопасный город», в рамках которой Барнаул оснащают камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. На сегодняшний день данная система включает в себя 87 камер, выведенных на пульт управления оперативного дежурного в зале, в котором мы с вами сейчас находимся, и 27 кнопок гражданин полиции. С использованием данной системы на территории города Барнаула за 11 месяцев раскрыто порядка 140 преступлений, пресечено более 2000 административных правонарушений. Одна из самых нетребовательных сфер экологии, но на первый взгляд на деле не все так просто. В стране нарастает мусорный кризис, свалки переполнены, переработка отходов усложняется отсутствием грамотной сортировки. Экологические активисты считают, что если ничего не поменяется, мы фактически утонем в пластике, стекле и других отходах. Когда мы производим какие-то продукты, когда мы создаем дизайн, пока в России производители не думают о том, как это будет утилизировано, потому что от них это тоже не требует. И в частности, сами люди, когда они покупают эти продукты, они тоже далеко не все задумываются о том, попадет ли это на свалку, можно вообще это переработать. Ну, поэтому проблема, наверное, комплексная. Что делается сегодня для решения проблемы, в частности, в нашем регионе? Пока ничего. В некоторых областях есть практика разделения мусора на самих свалках, но экоактивисты утверждают, что такой способ сортировки крайне неэффективен и время затратен. Самый эффективный способ – это все-таки изначально продумывание всех дизайнов, исключать вообще возможность производства упаковки, которая не может быть переработана в России, сокращать потребление одноразового пластика и сортировать мусор, то есть создавать комплексную систему и как можно ближе к домам людей. Все, что пока делают для экологии – онлайн-мониторинг качества воды и воздуха, но активисты говорят, что система допускает много погрешностей. В отдельных городах экологи сами разрабатывают систему мониторинга, которые работают точнее. В Барнауле такой практики нет, а чем грязнее город, тем меньше туристов, а умный город предполагает востребованный туркластер. Дополнением к нему нужно создать карточки гостя города и его жителя. Сложившийся опыт российских городов предлагает карту гостя туристам как карту лояльности с конкретным перечнем туристических услуг. Она позволяет со скидкой посещать музеи, экскурсии, пользоваться другими туристическими услугами, в том числе и общественным транспортом и питанием. Подведем промежуточный итог. Требований к умному городу очень много, а нам за весь спецрепортаж не удалось перечислить абсолютно все пункты. Однако этот проект, хоть и крупный, он не считается федеральной программой. Вероятно, из-за большого объема работ. Поэтому на реализацию всех сфер денег из федерального бюджета, вероятно, ждать не стоит. Придется выделять деньги из городского и краевого бюджета, что сократит финансирование других сфер. Что касается больших масштабных форматов, они в большей степени на конкурсной основе реализуются. Поэтому в этой части есть прецеденты. Порядка, наверное, 30 городов заключили соответствующее соглашение с Минстроем, но не получив финансирование, сейчас думают, каким образом это реализовывать. То есть это не гарантия финансирования. В этом, наверное, большая сложность для такого региона, как мы. А что в других городах? Наиболее умным по-прежнему считается Москва. В других уголках страны формируются рабочие группы, ответственные за создание современной городской инфраструктуры. Точечно реализуются основные требования к умным городам. Так во Владивостоке пытаются объединить все сферы онлайн-мониторинга в единую систему, чтобы избежать разрозненности. Умная ЖКХ уже тестируют в Симферополе. Из города Садка на Южном Урале решили сделать образец умного города в рамках проекта «Цифровая экономика». Для цифровизации привлекли одного из крупнейших сетевых провайдеров России. Чиновники и сами понимают, что проект умного города – это утопия. Тем более ни в одном городе России еще нет единой четкой схемы, как его реализовать, как и нет единой системы финансирования. Тем более, что во всех городах-участниках, а я напомню, что их 170, бюджеты разные. Где-то они очень ограничены. Тем более, что социальных проблем, в частности в Барнауле, более чем достаточно и без этого. Но мы же умный город, поэтому и выкрутиться должны по-умному. Посмотрим, как это получится у нас в 2024 году. Полина Жданова, Александр Антропов. Специально для телеканала Толк.